Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Вот несмотря на то, что у французов весна начнется только 21 марта, для меня как был первый весенний день месяца, это 1 марта, так он и останется. Так же, как и 1 декабря. Вот самое смешное то, когда вот зима, ну для нас она уже зима, потому что декабрь, там 10-15 число, и французы, я всегда улыбаюсь, они говорят, ой, какая там холодная осень. И я говорю, ну какая осень, это же зима, это же декабрь месяц. Ну вот у них здесь вот такие вот временные рамки. Вообще для меня эта зима настолько пролетела быстро, настолько незаметно, настолько не по-зимнему. Вот буквально вот этот вот снежок только и как бы обозначил, что это зима была. Во-первых, все время была теплая погода. Во-вторых, декабрь я занималась ремонтом, заменой мебели, всякими такими домашними делами. И как-то он у меня, знаете, плюс рождественские подготовка к праздникам, рождественские новогодние праздники. И как-то это время настолько быстро пролетело, что я декабрь не заметила. Январь мы отходили от, ну полмесяца продолжали праздновать, потому что наше православное Рождество обязательно нужно было отпраздновать. Старый Новый год нужно было отпраздновать. Ну, праздновать всегда хорошо. И февраль тоже короткий месяц, настолько так все быстро раз-раз-раз-раз и вуаля. Сегодня для меня уже весна. Ну, а они как хотят. Пусть считают, что зима у них еще продолжается. У нас такая классная погода. Морозная, но... Ну, как морозная? Сколько у нас? Плюс пять, плюс шесть. Но ветер такой прохладный. Сейчас посмотрю. Да, плюс восемь даже. Это утром было, что я смотрела. Было то ли плюс пять, то ли плюс шесть, не помню. Ну, так вот такой вот. Ну, после снега, видать, в горах тоже он выпал. И поэтому ветерок такой вот очень прохладный дует. Девочки, я вот, знаете, чего хотела посоветоваться. Ну, весна всегда хочется перемен. Вот и я о чем думаю. Стоит буквально пройти неделя, дней десять. И вот, видите, я же очень седая. И с одной стороны, как бы, мне очень нравится вот этот вот медовый оттенок блонда, который у меня сейчас. Но с другой стороны, как вот мне одна девочка писала, что тоже седая и девочка. Ладно, все мы девочки. Даже когда нам восемьдесят, все равно мы девочки. И она мне написала, что подкрашивает корни два раза в месяц. Но я не знаю, если подкрашивать даже корни два раза в месяц, это все равно же идет вот эта вот плохая реакция на остальные волосы. Как ни крути, ты краску смываешь. Даже если ты потом не наносишь на всю длину волосы. У кого короткие, там проще. Они раз-два подстригли и все. А вот у кого длинные, нам, конечно, попроблемнее с этим делом. Я столько времени потратила, во-первых, чтобы их отрастить. Во-вторых, чтобы привести их в нормальный такой вот живой вид, что они не пережженные, не посеченные. И вот жалко. И не знаю, я смотрела вчера, в чем-то посоветоваться-то я хочу. Смотрела вчера мелирование только как бы на корни. И даже это не мелирование, а как бы колорирование, наверное, правильно будет сказать. Ну вот кто у меня, девочки-парикмахеры, поправите. И там используются три оттенка. Ну, чтобы такой более светлый, чтобы как бы седина не так была заметна. Потому что, видите, вот здесь вот раз и все, белое сразу, не очень некрасиво. И не хочется мне два раза в месяц красить волосы. Раз в месяц вот такая вот беда получается. И там вот такой вот вариант. Может быть, кто-то делал, насколько быстро оно смывается. Три оттенка. Один более светлый, один под твой натуральный. Вот этот вот, ну, тот тон, который на длину волос. И один немножко более темный. И получается такой эффект. Вот я плохо, мне не сохранила я фотографию. Ну ладно, может быть, ну как не может быть, а может покажу в следующем видео. И там получается как. Вот как бы от корня волосы такие вот, ну не то что разноцветные, но такой вот интересный вариант. Они как-то более темные здесь смотрятся. Но тем не менее, с вот такими вот, ну как эффект мелирования идет. И как бы седину не так видно. И основной цвет, он не на всю длину идет мелирование. Только на вот эту вот прикорневую часть. Но и я вот, в чем моя проблема, я не знаю. Нужно еще отращивать. Потому что, ну вот смотрите, сколько тут. Два сантиметра, да. Два сантиметра только выросло. И как бы если они мне вот так сделают, а с другой стороны, если не получится сделать, дома-то я сама не смогу. Если не получится сделать то, что на фотографии, то буду я вообще как неизвестно кто. У меня уже был такой вариант два раза. У меня однажды, я пришла делать мелирование, и они мне от корня почему-то сделали темное. Потому что мастер посчитала, что так модно, и так оно будет оттенять. Мне очень не было, ну не понравилось. Ну неприятно, что она за меня решение приняла. Хотя я просила одно, мне сделали другое. И второй раз меня покрасили вообще вот это вот отросшее. Оно, ну не закрасилось, короче говоря. И не знаю, что мне делать. То ли взять какой-то тон посветлее, чтобы был, ну такой, не медовый, а что-то, может, песочное. Такой вот белый песок, вот есть такая краска, что-то посмотреть, купить. Или же пойти в салоне, пусть покрасят, а потом уже доводить до ума самой. Потому что, когда меняешь цвет дома, ну не знаю, возможно у меня руки не с того места, бы я только год как сама пытаюсь себя окрашивать. И есть более такие продвинутые девчонки, которые вообще всю жизнь красят волосы. И у них получается лучше, чем в парикмахерской. И я вот не знаю, на чем мне остановиться. То ли посветлее взять оттенок и покрасить все, осветлить более, чтобы светлое было. То ли же попробовать рискнуть на вот такое вот трехцветное милирование. Девчонки, если кто делал, напишите, пожалуйста. Потому что, ну знаете, хочется так, то хуже, чем баллить. Так вот и мне уже закрутило, завертело. И я уже сижу, смотрю, то ли в салон звонить, то ли идти какую-то краску покупать. Короче говоря, хочется к 8 марта что-то такое интересное, новенькое придумать. И, естественно, чтобы ничего не испортить то, что есть. Что жалко будет, если волосы пережгут. Я, наверное, потому и в салон как-то, ну, не решаюсь идти. Потому что мастера, я же давно, я давно здесь не ходила. И мастера, который вот меня тогда из черного цвета выводил в светлый, что я же долго в темный красилась. И в 5 часов, я помню, тогда больше думала, что пятая точка отпадет. То, что смывали, прокрашивали, тонировали, делали какую-то маску. Потому что, ну, вот эта смывка, она же агрессивно на волосы действует. И помню, было дело. И я не знаю, работает эта девочка. Она из Англии. Не работает, не знаю. В общем, хочется что-то поменять. И чтобы это было красиво. Буду очень благодарна, если напишите, делал ли кто-то такой вариант или нет. Или вообще, как вот седые девочки, что вы предпринимаете для того, чтобы, ну, меньше, реже, вернее, красить волосы. И в то же время, чтобы не так было заметно вот эта вот седина. Вчера я запекала кабанчика, девочки. Так вкусно получилось. Я добавила розмарин, травы прованса, лимонный сок выжала. Немного соли, перца. И, если так откровенно говорить, я не очень люблю вот эту всю дичь. Но Пьера есть друг, он охотник. И он нам периодически вот такие вот гостинцы передает. То уточку, то кусочек мяска. И остался вот небольшой кусочек. И, наверное, сейчас я сделаю салат. У меня есть вот такой вот лучок маринованный. Кукурузы добавлю. Наверное, пару яиц сварю. Что еще можно туда добавить? Да, наверное, будет достаточно. Уберу вот эти пряности сверху. Порежу мясо, потому что, как бы, вот этого недостаточно будет на всю семью. А если салатик приготовлю, да еще что-нибудь. Может, пюрешку или риса отварю. Так, ну что, будем готовить из того, что есть. Помните, я говорила, что заказывала мед из Испании. Авокадо и апельсины. Вот от 2,5 килограмм было 20 штук. Вот такого размера. Авокадо, девочки, просто шикарное. Сколько у меня? 5 штучек осталось. А вот с апельсинами не знаю, что делать. Делать целых 10 килограмм кислющих апельсин. Вот они у меня, как привезли мне, так они у меня в гараже и стоят. И сколько раз мы из Испании привозили испанские апельсины. Сколько раз здесь покупали. И всегда они такие сладкие, такие вкусные. А вот эти, они не портятся. Думала, портятся, что ли, начал. И вот эти, они все бьё, и авокадо, и мёд, и вот это, ну как это, органик. Это не обработанное. Ну, ну и видно. Апельсины, которые в магазине, они без всяких вот этих вот точечек. А это у фермеров собираются, которые имеют лицензию. Но такие кислые. И вот смотрите, 10 килограмм, что с ними можно делать? Даже я не представляю. Я уже делала сок, но он, опять же, такой кислющий. Сахар добавлять в апельсиновый сок, ну, не знаю я. Хочется, чтобы натуральное было. Может, с них варенье как-то можно сварить. Даже не представляю. Он лежат себе уже сколько, неделю. И нет им применения. Вот такой вот у нас солнечный первый день весны. И нормально перенесли мои цветочки снежок. Единственное, розе он мне понравился. Он, видите, такая вся недовольная. И бутончики, которые были, ну, теперь уже не распустятся. Петрушку девочки три раза уже за сезон срезала, замораживала. И вот опять, вон, какая красота. Он и герань цветет, и анютины глазки. И он розочка, смотрите, новые все листики. Так что все нормально. Он и здесь, он какие пускает. Листочки малюсенькие. А жасмин буду вот сюда пересаживать. Подожду, как вы мне написали, когда ночью погода будет уже более теплая. Со следующей недели обещают. И вот этот вот цветок, вот этот вот растение, которое ядовитое, что его нельзя без перчаток не пересаживать, не обрезать, не обрабатывать. Ну, видите, засох. Короче говоря, что-то ему не понравилось. Столько лет он у меня так красиво цвел и рос. Но на нет, как говорится, и сюда нет. Так что потеплеет, удалю и жасмин сюда посажу. Потом, наверное, надо будет сделать вот здесь вот такие крепления. И поставить, ну, как типа ниточек таких, чтобы лиана велась кверху. И будет у меня ароматный жасмин на террасе. Так давно хотела, девочки. И когда купила, аж расстроилась. Думаю, ну, неужели он комнатный? Так что попробуем. Если будет холодно на следующую зиму, ну, что укутаем.